и снова здравствуйте друзья с вами снова валерий и снова разговор об альтернативе разговор будет о бензиновой альтернативе значит мои подписчики не перестают меня удивлять и скорее всего такого сюжета вы еще не видели это обычный конденсаторный генератор от бензогенератора но необычно здесь состоит в том что его нужно восстановить даже не отремонтировать а от реставрировать очень смотрим вот так вот снимается крыльчатка это надгорело вот так вот выглядит внутренность то есть она здесь прокипела все уже сейчас будем как-то это все отсюда извлекать не знаю выбивать то есть там вот все поплавилось даже вот эта с пластмасска она затекла туда вот под конус и что с ним делать как его восстановить не знаю но для начала попробуем хотя бы вот долезть до этого что здесь есть а далее все как обычно с вас лайки комментарии подписка и кому интересно смотрим погнали да вот это жесть прикипела так что с помощью надставки не получается даже выбить но во всяком случае уже сдвинул думаю что что получится вытащить есть вот так вот это вот это да это да так друзья в общем я уже не показывал весь этот процесс дурдомах но пол дня ушло только на то чтобы выдолбать посчитать все это зарисовать почистить статор и чуток частично ну что с пластмасса вся сплавилась как одно целое это и все вот это пришлось выдолбать просто с помощью кусачек отвертки ножа в общем подручного материала это все в общем вот это с пластмасса далее еще совсем понятно как здесь диоды должны быть как здесь полюса должны быть я тесла примерно замерил ну как таковой намагниченности башмаков нет то есть я рассчитывал что здесь какая-то остаточная намагниченность но вот здесь вот проявляется южный полюс буквально на вот этом кусочке то есть скорее всего вот это возможно даже были магниты были вот это вот непонятно как это вот почему здесь разрыв почему вот так вот сделано не могу сказать и здесь так в общем интернетом помощь сейчас это все убираю и иду гуглить как намотан как стоять эти диоды надеюсь что в интернете я отыщу эту информацию помимо перемотки уже с утра принесли вот такой пылесос который нужно поменять вот эти батарейки в общем я их подпаял дмс ки пробуем зарядить ну посмотрим работает этот пылесос либо нет еще не знаю друзья возможно кому то будет полезен мой опыт значит по поводу вот такого аккумуляторного пылесоса значит здесь были вот эти аккумуляторы которые потеряли уже свою емкость в итоге были куплены точно такие аккумуляторы точно все вот под такой пылесос но видимо уже под современной потому что бмс была уже была вот на этих аккумуляторах а старая bms оно было вот на этой плате и не стыковалось никак в итоге мне пришлось провода откусить и эти провода с этих аккумуляторов перепаять на вот эту плату и все бы классно но пилесос не заработал в общем с каким бум нам я здесь не прыгал он никак и в итоге не заработал он до тех пор покуда я минусовой провод принудительно не перемкнул пинцетом на вот этот двигатель не запустил вот этот двигатель ну вам будет не видно короче вот две рядом клеммки ну вот так ну вот там рядом вот этот короче коричневый провод с двигателя с и вот этим минусом вот который вот здесь вот здесь они рядом на платке я их пинцетом перемкнул и все и все сразу сразу начала показывать заряд аккумуляторов все включается выключается ну вот показывает ну все все заработало короче а до этого я уже я не знал что с ним делать как бы все работало перепаял аккумуляторы проверил точно уверен что перепаял правильно а не работает в общем так что возможно кому-то мой опыт будет полезен оказывается когда питание было снято с платы бмс она не запустится по куда но это чисто случайно у меня получилось но оказалось что получилось правильно так это и конденсаторная обмотка уже на месте теперь осталось намотать фазную обмотку это и вот такой вот красавчик статор получился не скажешь что он был совсем плохой но вот с ротором здесь придется еще повозиться и скорее всего придется внедрить хотя бы маленький магнитик потому что насколько я понял изначально он намагничен то есть у него есть какая-то остаточная намагниченность но в данном случае я теслометром проверил здесь просто железка кстати не ожидал такого прикола от варистора остались одни ножки а диод целый хейхо прозвонил он целый даже не сгорел вот это живучесть так в итоге засверлился далее выфрезеровал канавку под вот эти маленькие магнитики вот такие и сейчас мы их туда внедрим но в итоге компенсировал я эту остаточную намагниченность вот этими маленькими магнитиками в общем внедрил сюда магнитики с этой стороны я уже позначил вот здесь север с обратной стороны здесь юг вот юг осталось намотать и правильно впаять именно диод с варистором чтобы создать вот эту цепь для того чтобы узнать какая полярность будет перед тем как впаивать диод я планирую подать напряжение выявить где какая сторона то есть и зависимости вот подачи полярности соответственно припаять идиот чтобы ток бежал в одном направлении и при этом были правильно полюса все что можно проверить проверяем сразу в общем обмотки прозвонил все отлично ну и как обычно статор поместил центрофу и померяем что у нас на обмотках и подсоединим еще и конденсатор посмотрим как меняется ну что будет когда подсоединен еще конденсатор ну в итоге подцепил конденсатор напряжение 35 и 5 фазное но это надо учитывать что то что такое не держится надо учитывать что вот эти показания нужно умножать как минимум 7-8 раз при стандартном статоре где 96 внутри там примерно получается 1 к 10 а здесь диаметр 80 показания чуть больше ну нормально ничего не греется так что статор я уверен что все нормально все правильно сегодня для перемотка этого ротора должен прийти провод диаметром 095 должны прийти диоды и варисторы но это будет во второй половине дня а пока куда что значит нужно перемотать вот такой вот еще двигатель это двигатель с маленького какого-то производства и люди попросили помочь чем двигатель сгорел значит данный момент нарезал изоляцию вставляем изоляции и мотаем намотка здесь не сложная вот такая вот намотка сложность в том что руки не пролазят и этот провод нужно все туда вместить провод 071 по 70 витков в каждой катушке дветель четырехполюсный то есть на 1400 оборотов был китой 41440 написано полторы полторашник был китайский стал украинский станет украинским так мы витой все обмотки на месте осталось это все скоммутировать увязать ну и конечно позже протестировать ну как проверить так но помимо вот этой работы с перемоткой нужно еще восстановить посадочное место в крышке под вот этот подшипник потому что вот это место разбила очень очень серьезно как создал владелец этот двигатель работает в 24 часа для него даже сделали специально дополнительное охлаждение но это он на предприятии на каком-то в общем выполняет свою работу здесь на нем даже инвентарный номер есть и в данный момент кстати света так у нас и нет работаем на альтернативе значит в данный момент сейчас займусь сделаю сразу посадочное место под подшипник ну и далее буду коммутировать обмотки хорошо что с обратной стороны есть база за которую можно зажать эту крышку потому что по наружи если зажимаю ну биение а вот так вот ну как бы более все симметрично получается значит выточил вот такую обойму наверное 2 дюймовая труба подогнал очень плотную посадку ну то есть просто так и посадить не получится сейчас вот эту крышку нагреваем эту морозильную камеру штучку я думаю мы это все состыкуем и уже когда это все состыкуем уже потом проточим под подшипник то конечно что крышка не алюминий иначе еще больше было бы расширения но что это идем морозильную камеру нагрев свое дело делает ну и охлаждение то же все а теперь останется проточить под подшипник посадочное место и все будет окей это красота и то и вот так вот удалось восстановить посадочное место под подшипник в общем как как завода так пришел провод 095 осталось намотать друзья значит ситуация такая как здесь стоял диод изначально ну в общем сам бог знает в итоге разговаривал с валентином и он говорит что вот этот башмаки должны быть с подмагничиванием обычно там стоит магнитик но так как здесь ничего этого не было я поставил магнитик вот наметил это северная сторона и нужно определиться как ставить диод правильно и в итоге чтобы это проверить но моего блока питания не хватает он 3 амперный поэтому вот такое вот зарядное устройство так зацепился и подаем напряжение и вот смотрим так то есть вот видим засвечивается на магнитике север и вот здесь на башмаке должен быть север вот видим север с обратной стороны там юг в общем поверьте на слово там юг все то есть получается что нам диод нужно поставить так чтобы так здесь плюс значит плюсом к минусу вот так в общем друзья вот так вот всего подпаял значит на этот проводок мы подавали плюс вот я его позначил значит чтобы плюс шел по кругу минус диодика до плюса а плюс диодика вот к минусовому выводу параллельно варистор кстати варистор варистор вот такой 561 к 14 д но это диаметр 14 оказывается диодики в общем 10 а 10 вот такой вот заказал такие пришли довольно недорого довольно доступная цена и на варистор и на диоды покупал в космодроме это харьков космодром так что можно набрать харьков космодром очень шикарный выбор все есть по радиоэлементам так ну что осталось это все заизолировать и вот сюда подмотать и умотать в общем так чтобы это все не улетела предварительно собрал как он должен выглядеть в общем теоретически должно все бы получиться значит по поводу вот этой крыльчатки вот эти вот эти вот этот крепеж который был вот там вот но его сюда никак но я предполагаю что вот здесь есть посадочное место это крыльчатка суда но отлично встает и просто приклеить 505 клеем и пускай она вот так и живет будет она жить еще долго долго в итоге даже самому не верится что из той какашки которая была возможно получится еще нормальный генератор ну я надеюсь что все должно работать ну это и вот так вот выглядит результат проделанной работы двигатель перемотан пролачит это он только-только как остыл прикрутил вот эту клеммную колодку вот так вот впереди выглядит все вроде бы ничего так и вот так вот выглядит передняя крышка с проточенной втулкой под подшипник теперь здесь ничего не будет болтаться так ну что осталось собрать и проверить и еще один такой момент который выпал из кадра значит перед тем как пролачить обмотки я этот статор поставил свою центрофу включил и прокрутил и несмотря на то что здесь всего два полюса а статор намотка на четыре полюса но тем не менее напряжение между фазное здесь было по 10 вольт причем между каждой из этой фазы то есть вот так 10 вольт вот так 10 вольт вот так 10 вольт то есть это позволило мне быть уверенным что я ничего не накосячил при коммутировке обмоток на и в данный момент полностью собираем дветель подключаем частотнику выставляем 50 герц и клещами измеряем ток на каждой из фазы если ток равномерный значит можно с уверенностью сказать что намотал в обмотке правильно соединил правильно и этот дветель будет работать работает как пчела так сейчас проверим ток потребление у вас 2 и 4 2 и 5 на этой 2 и 2 2 и 3 2 и 4 на этой 2 и 5 2 и 4 все отлично я уверен что это двигатель теперь работать будет надеюсь долго что оставляем его на прогон минут на десять вентилятора то здесь нет я думаю наверняка он возможно возможно потеплее без нагрузки но во всяком случае по звуку потоку все удалось привет валерий вот твой двигатель тоже ты мотал короче вот такая вот редукторная система короче все шикарно все работает я правда вас пока с одной фазной сети запустим но по сути не меняет все работает включаю чайник да так 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 а лампочка чем-то мигать Субтитры сделал DimaTorzok